Для развития культурной сферы в регионе необходимо организовывать как можно больше фестивалей и конкурсов республиканского и международного масштаба, а также налаживать сотрудничество с соседними регионами. Эти и другие вопросы поднимались в ходе отчета о проделанной работе за прошлый год и планах на текущий руководитель областного управления культуры, архивов и документации Каната Айдбаева. Подробности в сюжете Николая Сырбова. Всего на сегодняшний день в регионе действует 491 учреждения культуры, в их числе библиотеки, клубные учреждения, музеи, парки и театры. Численность работников данной сферы превышает 3000 человек. В целом за прошлый год управление отработало неплохо, провели много мероприятий, но у нас есть возможность проводить еще больше. Для этого у работников культуры должен быть специальный план, по которому нужно работать. Важной задачей является и налаживание сотрудничества с соседними регионами и даже странами. Показывать свои традиции, рассказывать о культуре. Необходимо как можно больше участвовать в международных конкурсах и фестивалях. И не просто участвовать, а добиваться успешных результатов. В прошлом году на развитие и содержание сферы культуры и архивов было выделено около 5 миллиардов тенге. Провели свыше 23 тысяч культурно-массовых мероприятий. В том числе организовали два республиканских конкурса и два региональных фестиваля. Все эти мероприятия были посвящены 25-летию независимости Республики Казахстан. В этом году мероприятия будут проводиться в рамках проведения экспо-2017. Мероприятия будут проводиться не только в городе Октябрьске, не только по области. Естественно, большая делегация планирует поехать на неделю в Астану и там показать свои творческие потенциалы и различные концерты, различные постановки. Мы будем предлагать Астанинскому и приезжим всем нашим гостям-зрителям. Всего в регионе действуют два театра. Так, областным драматическим театром имени Дахауи Ахтанова в 2016 году были показаны 526 постановок. В Актубе впервые состоялся фестиваль среди театров молодежи и студентов, а также традиционный фестиваль юмористических театров. Кроме того, Министерство культуры и спорта совместно с областным акиматом организовали 24-й республиканский фестиваль среди театров драмы. В 2017 году свой 32-й день рождения отметит известный далеко за пределами региона театр кукол Алакай. Только за прошлый год кукольный театр подготовил 458 спектаклей. Актеры со своими постановками побывали в разных странах, в частности в соседней России, в городе Иваново. Также театр кукол Алакай открывал и закрывал международный фестиваль в столице Хорватии и Загребе. Большие планы у театра и на текущий год. Мы решили обратиться к классике и сейчас у нас идет работа над спектаклем, над произведением Николая Васильевича Гоголя «Шинель». Большое философское произведение, хотелось бы это реализовать посредством кукол, посмотрим, что получится. И еще одно произведение, которое, мне кажется, вызовет большой резонанс в нашем городе, я надеюсь, во всяком случае, это спектакль Ромео и Джульетта Шекспира. Нас ждет Бурятский театр на Семители собственного театра, 70 лет в этом году им, в сентябре месяце. Рязанский театр, фестиваль Рязанские смотрели, Омский театр, тоже сентябрь месяц. Они нас давно зовут, тоже хочется попасть к ним. В прошлом году на 10 объектах провели капитальный ремонт, а более 20 учреждений подверглись текущему ремонту. В частности, впервые за многие годы собственный Дом культуры появился в селе Курайли. А в текущем году в регионе в рамках государственно-частного партнерства построят новое здание Историко-краеведческого музея. Планируется открытие концертного зала на 1524 мест. Планируется разработка ПСД 10 сельских клубов. Планируется строительство нескольких сельских клубов в наших селах. Материально-техническое обеспечение будет проводиться. В этом нам руководство области полностью помогает. Культурные объекты во многом обновятся. В музеях в прошлом году организовали свыше 6000 экскурсий, 723 выставки и более 1000 лекций. В текущем году необходимо продолжить практику проведения мероприятия под названием «Ночь в музее». В то же время в сфере культуры немало проблемных вопросов. Так, в регионе действуют всего два кинотеатра и оба частные. Кроме того, в области работают только пять парков культуры и отдыха. По одному в Мартугском и Багалжарском районах. Остальные находятся в Актубе. В ходе отчета главы ведомства Акимобласти Бердебек-Сапарбаев дал ряд конкретных поручений. В частности, на высоком организационном уровне провести мероприятие в честь 350-летия Исет-Батыра-Кокулы. В этом году мы празднуем 350-летие Исет-Батыра-Кокулы. Нужно хорошо подготовиться к столь знаменательной дате. Сейчас определяем место для установки памятников народному герою в Алгинском районе и городе Актубе. Также необходимо открыть музей Исет-Батыра и провести научно-практическую конференцию. Кроме того, требуется на достойном уровне организовать фестиваль «Жубановская весна». Мы планируем открыть центр Жубановых, где это мероприятие можно проводить. Туда приглашают родственников наших знаменитых земляков. Нужно поднимать статус региона. Таких классиков и исторических личностей практически нет во всем Казахстане. Также от работников культуры требуется проводить разнообразные массовые мероприятия и готовиться к ним заранее. Кроме того, важно заниматься активным поиском молодых талантов в глубинке. Николай Сырбов, Миржан Аманжолов, Казахстан Актубе.